Вторая симфония Брамса Это впечатляюще Любой музыкант с удовольствием вам подтвердит, что любой оркестр в любой момент может отказаться от дирижера, но не от контрабаса В течение столетий оркестры обходились без дирижеров, а дирижер, даже исходя из истории музыки, это изобретение новейших времен, 19 века И даже я могу вам подтвердить, что мы в государственном оркестре иногда играем совершенно не глядя на дирижера Или глядя мимо него Иногда мы играем не обращая внимания на дирижера так, что он сам этого не замечает С другой же стороны, совершенно нельзя себе представить иного, а именно оркестра без контрабаса Можно даже сказать, что оркестр, это как определение, вообще начинается лишь там, где присутствует бас Существуют оркестры без первой скрипки, без духовых инструментов, без литавр и без труб, без всего, но без баса Что я хочу всем этим сказать? Так это лишь то, что контрабас просто и бесспорно является самым важным инструментом в оркестре С этим не согласиться нельзя никак Да, действительно, бас очень важен в музыке Так как является основой любой гармонической последовательности Прародителем контрабаса является такой старинный инструмент, как виола да гамба Впоследствии, из-за того, что самого диапазона этой виолы не хватало И нужно было добавить мощи Был изобретен, собственно, контрабас Форму имеет он скрипичную Строй имеет по квартам В отличие, допустим, от скрипки и виолончели, которые настроены по квинтам Струны настраиваются соль, ре, ля и ми Самая нижняя струна ми Самая верхняя соль Контрабас встречается трех видов Это пятиструнные Четырехструнные Четырехструнные Это самый распространенный вариант Пятиструнные Это уже нижняя струна будет си И еще в свое время до изобретения четырехструнного контрабаса Использовался трехструнный Этот инструмент конкретно австрийского мастера Эрнст Либих 901 года Данный инструмент у меня может быть Ну я не знаю, наверное, лет уже 10 или 15 Попал он ко мне абсолютно случайно Был в очень ужасном состоянии Я долго его ремонтировал Ну и в конце концов как-то он остался со мной Хотя у меня было достаточно много контрабасов Я помню свой первый контрабас Это был контрабас немецкой мануфактуры Под названием Музима Долго я на нем очень играл Некоторые мои коллеги занимаются бегом и тренируются с гантелями Я нет Играть на контрабасе это чисто силовое упражнение И с музыкой в определенной степени оно никак не связано Поэтому ни один ребенок никогда не сможет играть на контрабасе Я сам тоже начал лишь в 17 Я вообще не знаю ни одного человека, который добровольно стал бы играть на контрабасе Инструмент не очень удобный Контрабас это больше как бы это выразится препятствие, чем инструмент Вы не можете его носить, его нужно тащить А когда он падает, то он разламывается В машину он влезает лишь тогда, когда вы снимете правое переднее сидение В квартире вы постоянно должны от него уворачиваться Он стоит так, так по-дурацки повсюду, знаете, ну Ну не так, как пианино Он все время стоит везде, как Когда к вам приходят гости, он тут же выползает на передний план Все говорят только лишь о нем Если вы хотите остаться наедине с женщиной, он стоит тут же и за всем наблюдает Он подглядывает Вас никогда не покидает чувство Вообще считается, что вся красота твоего звука находится в левой руке Как ты слышишь, это все левая рука Вся инициатива этого звука, она находится в правой руке То есть это будь то смычок, либо пальцы Ну, штрихи основные, они такие же, как у скрипки, у виолончели, альта Это деташе В переводе с французского это отделяя Легато Это в переводе с итальянского соединяя Стокката Это почти то же самое деташе, но просто делается все гораздо речи Есть спикката, это когда смычок прыгает Вот Подобные вещи Пицикката в основном используется в джазе Я не учился в музыкальной школе Я поступил сразу в училище, поступил на бас-гитару А потом где-то, наверное, после недели или двух недель обучения Я зашел в контрабасовый класс и увидел контрабас До этого я его просто как-то никогда не встречал именно вживую Вот, ну я взял, стал на нем играть Играл, играл, стер все пальцы в кровь Ну, получил какое-то колоссальнейшее удовольствие от этого Я как-то так им занимался, занимался А потом, когда уже собирался поступать в институт Я знал прекрасно, что бас-гитаристов не берут По-моему, сейчас только стали брать В те времена, когда я поступал, не брали И я полностью, ну не то чтобы переучился Но уделил этому инструменту очень много времени И поступал уже как контрабасист Я играл из симфонических оркестров Не скажу, что много Но играть доводилось В основном из-за дефицита контрабасистов Как таковых в основном в регионе Классику я, конечно, тоже играю И в процессе обучения Да и вообще достаточно уделял этому время И здесь вот именно классическая музыка Дает тебе понять колорит, продолжительность звучания Красоту этого инструмента Вот Это кусочек из известной сонаты Экельса Соль минор Ну тем людям, которые захотят Или так или иначе придут Контрабасу Я хотел бы посоветовать то, что Не пренебрегайте никогда основой А основа все-таки это классическая музыка И вся база в этом инструменте Находится именно в классической музыке Знаете Когда слышишь, как она поет То не веришь, что это поет она Правда, пока ей достаются лишь небольшие партии Вторая девушка-цветочница Парсифория Ваиди певица в храме Но когда она поет И когда я слышу, как она поет Я скажу вам честно, что у меня так сжимается сердце Что я никак не могу выразить это иначе Однажды я хотел перевернуть ход событий Во время репетиции Ариадны Она пела эхо Это немного, всего несколько тактов И режиссер всего один раз отправил ее вперед К рампе Оттуда она могла бы меня увидеть Если бы посмотрела Я себе подумал Что если я сделаю сейчас что-либо такое Если я привлеку ее внимание Если я разобью контрабас Или проведу смычком посидящий передо мной виолончели Или просто мерзко сфальшивлю Вариадне Она наверняка, наверняка бы это услышала Потому что там играют всего два баса Но затем Я оставил эту мысль Ни одна женщина, которая была И та, которая есть Никогда не относилась к инструменту ревностно К тому, что я делаю ревностно Тоже никогда не относилась Бывают, конечно, какие-то Потому что профессия музыкант Достаточно специфичная Нас учат играть Нас учат слышать, слушать Раскрываться в этом Но не учат это продавать Звук В основном получается, что любой музыкант играет Таким звуком, как он слышит Это все идет именно исключительно только от ушей То есть Тактильные ощущения Они имеют какое-то место Но достаточно Не на первом месте Они далеко То есть основное это уши Как ты слышишь, так у тебя все и звучит, и играет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится Мне нравится этот мир Мир именно музыкантов Но только музыкантов Как бы в нормальном понимании этого слова Не шарлатанов Которых предостаточно И не людей Которые, может быть Слишком в это окунаются И слишком заносятся Это свой мир, в котором ты Как бы я чувствую себя здесь, как рыба в воде Поэтому я попробовал играть просто Вызывающе красиво Насколько это возможно на моем инструменте И я себе подумал, что мне это должно стать знаком Если я буду ею замечен с моей прекрасной игрой Если она посмотрит сюда На меня посмотрит То тогда она именно та Кто сможет стать для меня Женой на всю жизнь Но если она не посмотрит сюда То тогда все кончено Чего столь суеверным становишься в делах любовных И она все-таки не посмотрела Не успела я начать свою красивую игру Как она в соответствии с замыслом режиссера Встала и снова ушла назад А в остальном Никто ничего так и не заметил Оркестр не заметил И сосед по партии за первым басом Прямо рядом со мной Не заметил Даже дирижер Не заметил Как вызывающе Прекрасно Я играл Субтитры создавал DimaTorzok